Как вести себя во время грозы? Что делать, если упал в воду и не умеешь плавать? Как не заблудиться в лесу и оказать первую помощь? Как вести себя при нападении собакой в случае пожара? Об этом говорили в 49-й школе Самары на научно-практической конференции «Здоровье и безопасность. Путь к успеху». Она проводится в учреждении уже пять лет. Ответы на непростые вопросы ищут сами школьники в своих научных работах. В этом году на конференцию свои изыскания представили учащиеся 20 школ Самары. Главной целью нашей конференции – это работы и проекты, которые имеют новизну, актуальность проблемы и, конечно же, практическую направленность. Потому что вопросы безопасности – это актуальная проблема, важный приоритет в нашей работе. Действительно, здоровье и безопасность наших детей – это наше все. Одной теорией в этой школе не ограничиваются. На базе учреждения созданы отряды юных инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных «Огонек», которая вошла в десятку лучших в России, и отряд, который занимается повышением компьютерной грамотности. Проекты представляют школьники седьмых-одиннадцатых классов. Их работы получили высокую оценку. В этом учебном году пятиклассники стали победителями Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ в области безопасности «Лестница наук». Для ребят это, в первую очередь, было жизненно важно и необходимо, так как они сталкиваются с большим количеством ситуаций ежедневно, ежесекундно – и в школе, и дома, и на природе, везде. Одиннадцатиклассник Никита Курушин проводит мастер-класс по оказанию первой помощи. Планирует стать военным, поэтому вопросы безопасности для него особенно важны. Я являюсь уже второй год участником Олимпиады по ОБЖ. Доходил до оригинального этапа, где становился призером, победителем. Эти знания, в принципе, там нам давали. Также я прошел обучение в областном лагере «Юный спасатель» «Спасрезерв», где нам тоже все рассказывали, показывали, как это действовать, как правильно вести себя в определенных ситуациях. Камила Умербаева вместе с одноклассницей нарисовала комиксы для младших школьников. В них говорится о правилах поведения на дороге. Мы решили придумать новый метод изучения правил дорожного движения, где дети в легко запоминающемся формате усвоят нужные дисциплины. Завершилась конференция практическим занятием. Сотрудники госавтоинспекции Самары возле школы напомнили о правилах дорожного движения и раздали памятки. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.